Дорога к знаниям стала теплой и комфортной. Сегодня еще несколько школ Ставрополья получили новые автобусы для перевозки учеников. Будет ли это финалом программы социального партнерства, краевых властей и Каспийского трубопроводного консорциума? Это узнала Ирина Юревич. Впервые за 36 лет мы получаем автобус. У нас никогда не было автобуса. Это приятное событие уже вошло в летопись Изобильнинской школы, рассказывает ее директор. Новая техника порадует и учителей, и все пять сотен учеников. В нашей школе функционирует военно-патриотический клуб «Беркут». Ребята, воспитанники этого клуба, часто ездят на всевозможные соревнования не только краевого уровня, это и всероссийский уровень. Конечно же, благодаря теперь имеющимся у нас автобусам мы можем поездки сделать в большем количестве осуществить. Планируется осуществление подвоза обучающихся из прилегающих населенных пунктов, но пока это все будет в будущем. В школьном автобусе 21 место. Он укомплектован всем необходимым. Начиная от аптечки и огнетушителя до специальных систем удержания, до ремней безопасности, вот таких необычных. И ребенок просто надевает их, как ранец. Это значит, что теперь всем классом они могут отправиться на экскурсию. В 2016-м Каспийский трубопроводный консорциум приобрел для сельских школ 54 автобуса. 37 из них передали еще в прошлом году. И вот заключительная партия желтых школьных помощников выстроилась на площади Ленина в краевом центре. Губернатор края и руководитель консорциума лично отдали ключи новым владельцам. Ключи от 17 новеньких школьных автобусов почти вручены. Вот последний уже стоит заведенным. Это значит, что сейчас там появятся первые пассажиры, которыми станут члены делегации. Однако с передачей финальной партии автобусов почти десятилетнее сотрудничество Каспийского трубопроводного консорциума с властями края не закончилось. В правительстве края подписали пятилетнее соглашение о постоянном сотрудничестве. В нем определили основные акценты дальнейшего социального партнерства. Это здравоохранение, это образование, это спорт, это транспорт и поддержка уже по отдельным программам, которые в будущем мы планируем реализовать. Это поддержка малоимущих слоев населения. Это те основные направления, которые будут на постоянной основе реализовываться. Такое социальное партнерство приветствуется обеими сторонами и имеет весомые плюсы, подчеркнул Владимир Владимиров. Вот они, плюсы стоят. Мы до этого 37 вручили плюсы. Это очень, конечно, тривиально, но тем не менее, это самая правда. Основной плюс – это рабочие места, конечно же. Основной плюс – это налоги. Основной плюс – это будущее для наших детей, потому что оно не в автобусах. Оно в работе их родителей и в работе будущей самих детей. А пока реальный пример совместной работы в виде автобусов отправился в школьные автопарки Ипатовского и Изобилинского районов. Ирина Юревич, Николай Попов, Валерий Сизоненко, Ставропольское телевидение.